Привет! Из этого видео ты узнаешь, как правильно взбивать молоко для капучино. Для этого нам понадобится питчер на пол-литра желательно, еще один питчер на пол-литра, в котором будет уже налито холодное молоко. Питчеры сами тоже охлаждены до температуры от 0 до 4 градусов. Это температура обычного холодильника. Нам понадобится кофемашина, кофемолки, можно две как у нас, но одной будет достаточно. Ну и соответственно нам нужен еще классный Бористо. Что такое правильно взбитое молоко для капучино? У меня есть одна история. Однажды к нам кофейню пожаловала женщина, которая заказала кофе с молоком, но говорит, важное условие было то, что это не должно быть капучино и не должно быть латы. Бористо немного опешил, думает, что это нужно и приготовить. В итоге я уточнил, почему она хочет именно так. Она сказала, что вот рядом в фастфуде в каком-то заведении ей как-то не вкусно это приготовили, ей не понравилось. И поэтому она решила, что капучино и латы не мое. Не ее, то есть. Понимая, что не сильно большой выбор с молоком, но без ни капучино и ни латы, я все же сказал Бористо, чтобы он приготовил капучино и предоставил это нашей гости. Когда она попробовал напиток, я у нее спросил, собственно, как вам? Она говорит, что супер, класс, очень понравилось. И говорит, а что это за напиток, поведайте мне. Я пояснил уже мягко, что это и есть на самом деле правильно приготовленный капучино. Вот вся задача в том, что когда я готовлю в другом заведении, скорее всего, его просто неправильно приготовили. Поэтому правильно взбитое молоко – это то молоко, которое дает нам напиток, который большинству наших гостей действительно нравится. Люди любят перекипяченное молоко. Люди не любят молоко, которое недовзбито. Люди зачастую не любят холодное молоко, хотя есть любители и такие. Поэтому, если мы говорим о капучино, многие люди, большинство людей ожидают вспененное определенным образом молоко, температуру определенную этого молока и, соответственно, текстура самого напитка должна быть тоже определенной. Какой именно, я сейчас вам покажу. Для того, чтобы взбить молоко для капучино, нам необходимо в питчер налить изначально холодное, охлажденное молоко, вот до этого уровня, да, вот начало носика. Нам необходимо, чтобы наша пенка для капучино поднялась примерно на одну треть от того, что есть у нас сейчас. То есть, буквально, если у нас идет пол питчера, это должно быть примерно половина того расстояния, которое у нас сейчас осталось примерно, ну, максимум, то есть не больше. Теперь, для правильного взбивания нам необходимо знать такие технические вещи. Первое. Взбивание молока происходит на уровне вот этом заглубления, то есть если вот это взять, вот эта палочка, эта поверхность молока, то если мы находимся ниже парового крана, то пар обжигает молоко и мы получаем верхний слой перекипяченного молока. Как только мы начинаем погружать, мы начинаем очень хорошо взбивать молоко, то есть на уровне маленького заглубления идет большое взбивание, но могут быть большие пузыри. То есть это не очень хорошо для напитка. Когда мы поднимаемся чуть-чуть выше, то есть глубже заныре по им молоко но получаем чуть более качественного сбивания то есть мы получаем более мелкие пузыри которые нам и необходимы для правильного сбивания если мы еще глубже будем погружать то мы не взбиваем практически молоко а просто подогреваем его существует вообще три этапа взбивания первый этап на подъем то есть мы должны располагать паровой носик носит парового крана в молоке таким образом чтобы происходило максимальное сбивание это примерно в диапазоне до полу сантиметра заглубления вот второй этап это называется уравнивание то есть мы должны немного сместить от центра наш правой клан кран для того чтобы получить вращательное движение по вращательном движении мы получаем уравнивание всех маленьких пузырьков которые есть это круговое движение меньше взбивает больше разбивает все эти пузыри которые если вдруг появились нас крупной да на мелкие благодаря этому получаем однородную консистенцию с одинаковыми мелкими пузырями и третий этап если мы уже все взбили что нам необходимо нам необходимо до греть поэтому третьим этапом мы заглубляем на самое дно практически и температурой ладони дожидаемся до момента ну скажем такого дискомфорта запускаем изначально мы в центр диска погружаем наш носик заглубляем немножко больше чем пол сантиметра для старта потому что пар будет отбивать молоко и важно чтобы мы сразу же не обожгли его и соответственно запускаем взбивание поехали вот у нас пошло взбивание делом видите немножко вращаем такую вороночку и потихонечку я опускаю потом я опять поднимать чтобы доверять уравнять и закрываю наше взбивание обязательно сразу просто взбивание вытереть носик пара у крана продуть и еще раз протереть для чего мы это делаем потому что если мы этого не сделаем то молоко которое осталось здесь очень быстро высохнет прижется и сгоревшее молоко на носике будет отдавать запах кипятка кипяченого молока следующий напиток что не является хорошим вкусом люди не любят перевспененное молоко люди не любят кипяченое молоко большинство людей вот такой вот у нас блестящий диск вот такого вот такой консистент у нас должно получиться наше молоко она готова для выливания в эспрессо готовим наш эспрессо теперь для нас важно будет могу принципе для капучино можно просто центр вылетел но мы постараемся сделать еще какой-нибудь приятный рисунок например стандартная наше сердечко для этого мы сначала просто выливаем его выводим на край ну такое вот маленькое сердечко у нас получается в нашем капучино вот и все если видео вам понравилось ставьте лайк подписывайтесь на наш канал и задавайте ваши вопросы чтобы вы хотели увидеть в следующем видео отличного дня пока